Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех участников 14-й ассамблеи Русского мира. В рамках нашего международного масштабного форума вы можете принимать участие не только в дискуссионных площадках, но также мы постарались сделать эту ассамблею полезной, в первую очередь для тех, кто преподает русский язык. И сегодня в рамках нашего мероприятия мы познакомим вас с книжными новинками, с различными методиками, программами и проектами, которые помогают преподавать русский язык в дистанционном формате. Итак, цифровая школа – это наше будущее. Как русский язык встраивается в новую коммуникативную среду? Как цифровая среда влияет на наши повседневные практики? Диалогическое общение, чтение, изучение языка, ответы на эти и многие другие вопросы мы найдем в издательстве «Русский язык курсы». Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я представлю вам сейчас наше издательство «Русский язык курсы», московское издательство, которое уже больше 28 лет работает и выпускает литературу для тех, кто изучает русский язык как иностранный, и для детей-белингов. Наши книги известны, по-моему, во всех странах мира, и мы не только выпускаем, конечно, литературу, не только мы работаем с авторскими коллективами многих стран мира, но и участвуем в различных семинарах и конференциях. Так только за шесть месяцев, три месяца прошлого года и три месяца этого 20-го года, по март, мы приняли участие в 14 семинарах и конференциях, которые проводились по всему миру, где мы участвовали в выставках и выступали, рассказывали о современных тенденциях в развитии, в совершенствовании литературы по русскому языку как иностранному. Сначала мы под Неби, ситуация резко изменилась, но тем не менее издательство продолжает свою работу в трудных условиях, нужно сказать. И мы продолжаем выпускать те учебники и пособия, которые нам кажутся очень актуальны. Первое пособие, о котором я хочу сказать и которое мне очень нравится, выпущено у нас буквально месяц назад. Оно называется «Эпизоды», и это видеокурс для развития речи. В нем представлены и описаны наиболее актуальные частотные ситуации повседневного общения на материале более чем 110 фрагментов из фильмов, художественных фильмов, современных, из телепередач, из телефильмов. Также разработана специальная система заданий на их основе. Загруппированный этот материал по тематическому принципу, знакомства, дом, внешности и так далее. Еще одна книга, которая мы считаем будет актуальна в это необычное время, в которое мы живем, это «Интернет-общение. Письма и короткие сообщения». Пособие построено на основе текстов эпистолярного жанра, писем, коротких сообщений, которыми обменивается целая группа молодых людей, студентов и молодых специалистов, которые живут в разных странах, разные по национальности. Они рассказывают о своей жизни, о своих проблемах, о своих интересах, о своих занятиях. И таким образом мы не только изучаем грамматические, лексические там всевозможные явления, но мы знакомимся с современной жизнью молодежи в разных странах и учимся, учим их общаться на русском языке между собой с помощью интернета. Эту современную тему необходимости такого общения, не всегда личного, а онлайн. Продолжает еще одна работа известного методиста, профессора Бердичевского, который называется «Русский язык дистантно-контактно». Это учебное пособие тоже, которое содержит материал как для дистантного обучения онлайн, так и для обучения оффлайн. И эта книга знакомит с особенностями и необходимостью смешанного обучения, потому что ни то, ни другое не может быть в отдельно взятом виде, быть достаточным для развития умений современных учащихся. Мы выпустили тесты по русскому языку как иностранному, коллектив Российского университета дружбы народов, разработчики таких тестов. Очень интересная вышла у нас актуальная грамматика русского языка в таблицах и иллюстрациях Геннадия Геннадьевича Малышева, санкт-петербургского методиста, ученого, автора многих работ. Она тоже в своем роде очень интересна. Ведущий принцип построения этой книги – это наглядность, поэтому она вся в рисунках, и таблицы, схемы, рисунки являются собственным наполнением этой книги. Учащиеся обучаются, изучают русский язык на основе речевых образцов, которые являются моделью для продуцирования речи. Отдельно я хочу остановиться на большой программе, которую подготовило наше издательство, связанной с культурой России, с знакомством современной, культурой исторической, страноведением. Комплекс знаний нашли отражение в нескольких книгах, которые вышли буквально месяц-полтора назад. Совершенно уникальное издание – «Ключ к русской культуре», словарь «Лингва культурной грамотности». Это издание аналогов не имеет, первое такого рода издание. Оно знакомит учащихся иностранных с тем необходимым минимум знаний, связанных с культурой России, с историей России, которыми владеют практически все русские. И поэтому эти знания не проговариваются обычно в речи, они подразумеваются. И для того, чтобы понимать русских, нужно знать, что в голове у русских, когда они говорят то или иную вещь. Словарь этот цветной, конечно, очень интересный, очень интересно отобран материал. И мы можем только здесь еще посмотреть с вами, какие же темы рассматривают авторы в этом словаре. Здесь есть тема «Русские географические объекты», «Периоды и события русской истории», «Русские исторические, государственные и военные деятели», «Предметы и явления традиционного быта русских», «Предметы и явления советского периода», «Русские праздники, обычаи и традиции», «Русские деятели культуры, науки и спорта», «Русские прецедентные имена». Вот такой охват материала тематического. Еще одна книга тоже новая, она тоже вышла два месяца назад, «О России по-русски». Авторы большой коллектив здесь под руководством Жеребцовой. «Россия по-русски» — это пособие, которое знакомит учащихся тоже с историей, национально-культурными особенностями России, с точки зрения истории и с точки зрения современности. Но это, конечно, пособие не по истории и не по культуре, это о них, но на русском языке. То есть мы учим говорить русскому языку вот в этом аспекте. Презентация этого культуроведческого и страноведческого материала осуществляется при помощи интерактивных методик обучения, приемов технологий. И на сайте издательства можно найти онлайн-курс, который сопровождает вот этот учебник «Россия по-русски». Еще одна необычная книжка очень известных авторов из МГУ Иллистратова и Ружицкого — это «Необычные рассказы о необычных музеях». Это совершенно уникальная книжка, которая имеет под заголовок «Русская культурная память». Именно музеи являются хранителями культурной памяти людей, и вот именно об этой культурной памяти и рассказывают наши авторы. И еще отдельный блок, которым всегда занималось издательство уже на протяжении почти 20 лет — это литература для детей билингов, проживающих в разных странах, изучающих русский язык в различного типа школах. И сейчас для них мы выпустили лингводидактическую диагностику. Серия «Русская школа» у нас есть такая, в которую входят и учебники, и книги по чтению, по окружающему миру. Лингводидактическая диагностика написана несколькими авторами, но руководитель коллектива Елизавета Александровна Хамраева, которая руководит билингвальным центром при Университете Герцена. Это диагностика, можно сказать, первое вообще издание в России такое, которое позволяет оценивать уровень знаний различной степени подготовки детей. И тех детей, которые учатся в разных школах, известно, что существуют разные системы обучения билингвальных детей. Так вот, в какой бы школе они ни учились, это пособие позволяет тестировать детей с 6 до 14 лет. И не только детей, но это может быть инструментом оценки деятельности самой школы. Еще, значит, для этого контингента мы выпустили за это время, дополнили серию, у нас есть литературное чтение, серия тоже в рамках русской школы, литературное чтение 1, литературное чтение 2. И сейчас в типографии находится книжка литературное чтение 3. Это книги, которые помогают научить детей разного возраста, билингвальных детей, понимать художественный текст, осмысленно читать, понимать его своеобразие и научить различать бытовую речь и художественную речь. Ну и последнее, это наш проект, который мы начали где-то, наверное, лет 5 назад и будем, наверное, его еще долго продолжать. Это серия «Классное чтение». У нас есть такая, это адаптированные книжки для детей и для взрослых, изучающих русский язык. Материал этих книг адаптирован под определенный языковой уровень. Вот эта синенькая серия, это вся серия для детей разного возраста. А вот такая бордовая, это книжки для взрослых, а не для детей. Вот в данном случае у меня Антон Павлович Чехов рассказ «Добрый немец» и другие юмористические рассказы. То есть мы выпускаем в этой серии книжки и для взрослых, и для детей, и классику, и современных писателей. Ну и вот еще одна серия тоже. Сейчас у нас вышла, пополнилась она. Это маленькая она еще только серия, мы только ее начали. Для детей билинговых и их родителей серия «Читаем вместе». Это для самых-самых маленьких, для того, чтобы родители, бабушки, дедушки, может быть, читали. Они еще, наверное, понимать не все могут в это время, но дети будут привыкать к русской речи. Таким образом, вот как вы видите, мы выпускаем много разного материала, материала. И есть проекты, которые мы еще представить их не можем, но они в частичной готовности у нас уже есть. И я хочу сказать последний такой большой проект. Это «Русский язык сегодня» УМК, учебно-методический комплекс, который мы готовим для иностранцев. Это учебник, который состоит из нескольких компонентов. В него входит, кроме учебника, книга для преподавателя. В него входит пособие по письму, отдельно пособие по говорению, пособие по аудированию и пособие по чтению. Это вот такой большой комплекс под руководством Галины Владимировны Беляевой. Он готовится, большой авторский коллектив из разных учебных заведений Москвы. Мы надеемся, что он будет удачен, поскольку в нем есть не только материал традиционный, описывается, но и используются новые технологии обучения. Вот это все, с чем я хотела вас сегодня познакомить. Это, конечно, не все, что мы будем выпускать. В издательстве большие планы, большой портфель на будущее. Мы всегда будем рады видеть вас и в качестве наших авторов. Если у вас есть идеи, работы, приходите, мы будем рады. Ну и всем удачи и здоровья в это непростое время. Спасибо за внимание. Опыт дистанционного обучения в период карантина показал, наступает эра смешанного образования. Учителей призывают использовать цифровые ресурсы, а интернет становится полноправным источником образовательной информации. Разобраться в эффективности цифры на уроках русской литературы нам поможет учебно-издательский центр «Златоуст». Здравствуйте, уважаемые коллеги и друзья, участники 14-й Ассамблеи Русского мира. Рада приветствовать вас из одного из офисов «Златоуста». 6 октября 2020 года учебно-издательский центр «Златоуст» отметил свое 30-летие. Это замечательная дата. У нас сейчас большая, дружная и замечательная команда, с которой мы работаем. К чему мы пришли за эти 30 лет? Какие у нас достижения? Из небольшого издательства мы стали большой, известной во всем мире компанией. И в нашей компании есть издательство, есть языковая школа «Златоуста» и есть курсы повышения квалификации. Каталог издательства включает более 300 книг, и это только действующий каталог. Те книги, которые у нас есть сейчас, не считая тех, которые сняты с тиража. В нашем каталоге такие известные во всем мире книги, как «Дорога в Россию», «Поехали», «Пять элементов», «Первые шаги», «Жили-были» — это учебники, которыми пользуются во всех странах мира. В 90 стран мира мы продаем свои книги. И более трех миллионов студентов выучили русский язык по нашим учебникам. Но, конечно, мы выпускаем не только учебники. У нас есть учебные пособия по грамматике, по чтению, по лексике. С нами сотрудничали такие известные лингвисты, известные во всем мире, как Виталий Григорьевич Костомаров, Виктор Владимирович Колесов и многие другие. Нам есть чем гордиться. Наши авторы — это люди, которые работают в ведущих вузах нашей страны, преподают русский язык много лет и передают свой опыт и свои знания и свои методики. Они отражают, конечно, в учебных пособиях, которые издает издательство. У нас есть языковая школа Златоуста, которая обучает студентов из разных стран русскому языку и уже 20 лет мы готовим к экзамену по ТРКИ. В Златоусте есть курсы повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного. За прошедшее время эти курсы прошли более 75 тысяч преподавателей. Мы проводим наши курсы и в очной форме, мы приезжаем в разные страны и проводим там учебные мероприятия и также мы проводим эти мероприятия в форме вебинара. Мы имеем возможность приглашать лучших лекторов из разных стран и из разных вузов. Мы выбираем их сами и сами составляем программу. Мы стремимся ориентироваться на потребности нашей аудитории и быть все время в курсе происходящего. Мы приглашаем молодых и начинающих преподавателей на наши курсы повышения квалификации, потому что здесь у вас появляется возможность послушать лекции ведущих преподавателей России и мира. У нас есть возможность приглашать в качестве лекторов самых лучших специалистов, которые работают в разных странах, в разных учебных заведениях и которые могут поделиться своим опытом. Ну как вы знаете, дорогие друзья, 2020 год это был очень сложный год для всех нас и он продолжается, но вопреки всем сложным обстоятельствам и продолжаем работать и может быть даже более энергично и более сплоченно. И за это время мы выпустили более 20 новых проектов. Я покажу вам сейчас только некоторые из них. Несмотря на то, что с момента их выхода прошло всего несколько месяцев, они уже стали очень популярными и известными. Первое, о чем я хочу сказать, это серия тестов ТРКИ на 100%. Эта серия состоит из трех частей. Каждая часть предназначена для отдельного уровня. Это уровни А2, В1 и В2. И сейчас мы готовим продолжение для уровня С1 и С2. Кроме того, мы выпустили большой учебный комплекс «Давай». Он предназначен для детей билингвов, изучающих русский язык за рубежом. Это большой комплекс, включающий в себя 12 книг. И каждая его часть предназначена для одного года обучения. Здесь есть и книга для преподавателей, учебник и рабочая тетрадь. То есть полное вооружение получает преподаватель, который работает с этой книгой. Еще одно замечательное пособие, которое мы выпустили в этот период, это «О суде и кто?», а также «О что вы имеете в виду?». Вот такой вот картинный словарь. Еще одну книгу назову, которую мы выпустили в это время, это бизнес-курс для продвинутых по русскому языку. Пожалуйста, приходите в наши офисы, познакомьтесь с книгами на нашем сайте, и вы увидите, как здорово обновился наш каталог за это короткое время. За время пандемии мы сделали два очень важных и очень серьезных дела. Во-первых, мы выпустили тесты в электронном виде. Тесты для изучающих русский язык. Вы можете оформлять подписку на эти тесты, и они начинаются от начального уровня до продвинутого, от уровня А1 до уровня С1. Второе очень важное дело, которое мы сделали, мы перевели нашу всем известную книгу «Дорога в Россию» в электронный формат. Это теперь настоящее интерактивное учебное издание, по которому можно заниматься, не привлекая больше никакого другого материала. Там есть движущиеся картинки, там есть озвученные тексты, там есть интерактивные задания. И это очень удобно сейчас, когда многим нашим студентам недоступны бумажные издания. И вот электронная книга – это то, что поможет нам в этой сложной ситуации. В самое ближайшее время вы все сможете познакомиться с этой книгой и начать ею пользоваться. В наши планы входит в такой же вид перевести и книгу «Пять элементов», и книгу «Первые шаги». В ближайшее время мы тоже их сделаем интерактивными и тем самым поможем преподавателям решить вот такую проблему, когда нет возможности заниматься со студентами на расстоянии, дистанционно, другого способа нет, кроме как использования электронного учебного продукта. Уважаемые коллеги, желаю вам успешной работы на ассамблее, желаю, чтобы мы быстрее прожили эти непростые времена, желаю, чтобы вы видели плоды своего труда, чтобы этот труд приносил вам радость и удовольствие, и чтобы мы вместе работали на благо нашей страны и на продвижение великого русского языка. Дорогие друзья, соратники по русскому миру, в этот 2020 год хочется вспомнить, что периоды кризисов являются периодами не только больших испытаний, но и мотивацией для поиска новых решений, новых подходов, поисков новых путей, новой эпохи. Златоуст родился 30 лет назад, в 90-е, тогда тоже был большой кризис в России, переломная эпоха, и, вероятно, нам удалось что-то найти, что-то подхватить из тренда в той эпохе, поскольку буквально в полтора-два года мы стали узнаваемы, признанными и востребованными в сообществе русистов и российских, и зарубежных. Сейчас я с большой радостью наблюдаю дистанционно в общении с коллегами российскими и зарубежными. Многие из вас очень интенсивно включились в поиски новых решений, преодоления этих новых вызовов, и многому учат нас, много черпают из наших находок и подходов, и мне хочется пожелать всем здоровья, безусловно, оптимизма и больших творческих свершений в наступающей новой эпохе 21-го века. Дорогие коллеги, дорогие друзья, совсем недавно исполнилось ровно 30 лет с того момента, как мы вместе с вами стали создавать новый образ отрасли РКИ в мире. И все эти годы вместе с нашими авторами, более чем из 30 стран мира, мы старались чутко улавливать те потребности, которые рождаются у нашей аудитории, знакомить с самыми современными достижениями в области преподавания иностранных языков. Так получилось, что за 30 лет Золотоуст так и не сформулировал своей миссии, прошу простить нас за это. Но те принципы, на которых мы работали эти годы, пожалуй, остались неизменными. Мы хотим, чтобы русский язык преподавался как живой, современный язык, современной, динамичной, развивающейся страны, с богатым прошлым и надежным будущим. Что мы приготовили для вас за прошедшие полгода? Жаль, что не имеем возможности рассказать об этом, как всегда, лично на форуме Русского мира. Вас ждут наши новые цифровые проекты. Уже 4 года мы интенсивно развиваем создание цифровых копий наших традиционных учебных пособий. Но время требует развития этого направления. И вот уже месяц, как мы открыли несколько платформ, посвященных тестированию не только системы ТРКИ, тестированию в самых разных видах, представляющих игровые продукты, материалы для проведения Олимпиад и викторин. А с октября мы предлагаем вам и будем предлагать и далее наши хорошо известные, прекрасно зарекомендовавшие себя учебники в интерактивном формате. Мы приглашаем вас пройти вместе с нами и следующее десятилетие. И надеемся, что к 40-летию Златоуста мы будем такие же молодые, энергичные, как сегодня. И мы надеемся, что русский язык в мире вместе с успехами современной России будет прочно не только удерживать свои позиции, но и завоевывать новые. Удачи вам! Обучение при помощи информационных технологий. Что это на самом деле? Под использованием цифровых новшеств многие часто подразумевают показ презентаций и обучающих видеороликов, раздачу ссылок на тестовые материалы. Однако удивительный мир технологий предлагает нам широкий функционал от интерактивных игр до визуальных упражнений на запоминание словарных слов. Подробнее об этом расскажут эксперты компании Land.com. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать на Всемирной Ассамблее Русского мира. В это непростое время мы находим пути и способы для общения, для демонстрации своего опыта, получения новых знаний, для широкой сети взаимодействия и разработки новых образовательных программ. Вы наверняка знаете нашу программу «Русский ассистент и русский консультант». Мы представляли ее в 41 стране мира, и многие русские и зарубежные школы с ней познакомились. В этот период нам было непросто, но мы нашли в себе потенциал и возможности для дальнейшего движения вперед и разработали целый ряд интересных и увлекательных программ для дошкольников, для начальной школы и для взрослых. Сейчас об этом более подробно расскажет моя коллега Екатерина Андреевна Овчинникова. Я с удовольствием передаю ей слово, а всем участникам конференции я хочу пожелать плодотворной работы, интересных и продуктивных уроков. Добрый день, уважаемые коллеги, участники Ассамблей Русского мира. Сегодня мы хотим познакомить вас с нашей платформой LangLand и также представить вам наш виртуальный кабинет для дистанционного обучения. Платформа LangLand обладает удобным интерфейсом и готова к реализации любого учебного материала. Каждый преподаватель может создать свою уникальную программу, наполнив ее контентом в соответствии с задачами и целями курса. Для этого он может использовать как обучающие модули, так и другие особенности нашей платформы. Сейчас предлагаю перейти к непосредственному знакомству с виртуальным кабинетом. Перед вами на экране отражается журнал со вкладками «Мои занятия», «Добавить урок» и «Домашние задания». Здесь преподаватель может посмотреть информацию о предстоящих или же уже состоявшихся ранее занятиях, а также задать домашнее задание или проверить уже выполненное учеником домашнее задание. В журнале преподаватель может добавить урок, задав для этого тему занятия, а также выбрав удобную для занятия дату и время. Дальше преподавателю необходимо записать студентов на урок. Если преподаватель планирует групповое занятие, то есть функция выбора учеников из группы. Благодаря этому планирование занятия не занимает так много времени. Также в личном кабинете вы можете найти вкладку «Мои ученики». В данной вкладке отражается список текущих учеников, а также всех остальных студентов, с которыми ранее занимался преподаватель. Обратите внимание, что студент появляется в этом списке только после записи на урок и проведения первого занятия. Для удобства организации групповых занятий вы можете составить группу, объединив студентов из общего списка. Для этого необходимо нажать клавишу в нижнем правом углу «Создать группу» и «Записать студентов». Перед вами появятся две строки. В первой вы указываете название группы, а во второй выбираете студентов из списка. В личном кабинете также представлена вкладка «Мое расписание». На календаре отражаются все запланированные уроки, в том числе уже состоявшиеся занятия. Нажав на определенный день в календаре, вы получите более подробную информацию об уроках. Вкладка «Мое расписание» — эффективный инструмент в организации учебного процесса, а также в проведении расчетов нагрузки преподавателя. Вы можете менять открытые часы для записи учеников в зависимости от вашего графика. Однако, если вы работаете по фиксированному расписанию, то вы можете воспользоваться кнопкой «Моя неделя» и задать промежуток для занятий, который будет повторяться каждую неделю. Далее представляем вашему вниманию раздел «Обучающие модули». Это основной сегмент проекта, в котором содержится вся учебно-методическая часть. Вкладка состоит из двух частей — «Мои модули» и «Стандартные модули». Благодаря обучающим модулям каждый учитель может создавать авторскую программу, сделав ее максимально удобной, эффективной и насыщенной. Все разработки будут доступны только преподавателю-создателю курса. Часть стандартной модули включает в себя 15 шаблонов для составления интерактивных заданий, которые могут быть наполнены различным содержанием. После добавления модуля в вашу библиотеку вы можете начать работу по наполнению модуля информации. Например, загрузить картинку и слово, если это модуль на сопоставление слова и его визуального образа. Или же загрузить видеоматериал для работы ученика дома или на уроке. В разделе «Мои модули» вы можете просмотреть модуль, отредактировать его, добавить урок или же отправить ученику в качестве домашнего задания. Последняя вкладка — это «Личный кабинет». Здесь показаны ближайшие занятия, которые запланированы учителем на сегодня. Также вы можете видеть список учеников, которые записаны на это занятие. Именно через «Личный кабинет» преподаватель попадает на интерактивную доску. Достаточно нажать кнопку «Начать». После нажатия кнопки «Начать» перед вами открывается новое диалоговое окно. Это то самое цифровое образовательное пространство, которое полностью дублирует занятия в аудитории, но при этом имеет дополнительные интерактивные характеристики. Платформа Langland становится удобнее с каждым днем. Теперь доступна новая функция — групповой урок. Видеоконференция может вмещать до 100 учеников и продолжать функционировать в виде индивидуального урока. Новое диалоговое окно состоит из видеочата, где преподаватель может видеть своих учеников, а также из доски, на которой отражается весь учебный материал, который преподаватель использует во время своего занятия. В строке сверху преподаватель может видеть имена обучающихся, которые присутствуют на уроке. Нажимая на имя того или иного ученика, преподаватель дает ему право писать на доске. Сейчас вы видите, как один ученик получает право и может вести запись. А в данный момент преподаватель забирает право у первого ученика и дает другому ученику возможность вести запись на доске. Обращаю внимание, что инициировать переключение права может только преподаватель. Если ученик захочет ответить или получить право на использование доски, то он может попросить об этом преподавателя, подняв руку. Для этого есть специальная кнопка в диалоговом окне. Учителе есть возможность открыть учебный материал, добавив ссылку в верхнюю строку. Затем вы нажимаете кнопку «Ок» и ученик видит весь тот материал, который вы хотите отобразить. Вы можете отражать как учебники, так и рабочие тетради. То есть весь тот материал, который вы используете на своих уроках в обычном режиме. Вам также доступна функция добавления учебных модулей на доску. Вы можете использовать как ранее заготовленные модули для урока, так и модули, которые расположены в вашей библиотеке. Сейчас на доске представлен первый модуль – аудирование. Ученик видит картинку, а также может прослушать само слово в качественной студийной записи. Следующий модуль направлен на отработку лексического материала и представляет собой сопоставление слова и его визуального образа. Каждый студент видит свою индивидуальную доску и выполняет задание в удобном для себя темпе. Когда студент выполнил задание, преподаватель видит галочку около имени студента и поэтому может начать проверку правильности выполнения задания. Мы видим, что один студент выполнил задание, а другой все еще продолжает над ним работать. Когда все студенты будут готовы, около их имени будет стоять галочка. Это упрощает учебный процесс и дает преподавателю возможность оценить сложность материала и готовность учеников к продолжению урока. Пример другого модуля – составление слов из букв. Студент выполняет задание. Система самостоятельно отмечает ответы в соответствии с заданными учителем критериями. Это очень удобно при большом количестве учеников на уроке. Значительно ускоряет образовательный процесс и процесс проверки выполнения работ. При неправильном выполнении задания рядом с ответом появляется красный крестик. Если все задания выполнены верно, то рядом стоит зеленая галочка. На умной доске доступна функция демонстрации видеоматериала. Для этого достаточно добавить ссылку на видео в строке сверху и нажать «Ок». Каждый студент проигрывает видео в удобном для него режиме, останавливая или перематывая запись, просматривая запись несколько раз. Так будет до тех пор, пока преподаватель не нажмет кнопку «Вернуться к редактору» и не очистит умную доску для дальнейшей работы. Если преподаватель считает необходимым показать какие-либо материалы со своего компьютера, то он может воспользоваться функцией демонстрации экрана. Для того, чтобы завершить демонстрацию экрана и продолжить работу в обычном режиме, достаточно нажать синюю кнопку внизу экрана «Закрыть доступ». Кроме того, видеочат можно расширить, переведя его в режим зума или скайпа. Для этого необходимо включить режим полного экрана. Есть функция записи урока, а также особая возможность отстранения ученика от занятия, отключения его от видеоконференции. Для завершения урока нужно закрыть диалоговое окно. На экране были продемонстрированы три обучающих модуля из 15 возможных. Более подробно вы можете ознакомиться с ними на нашем сайте в разделе «Учебные модули». В примере были представлены задания из программы «Окружающий мир». По этой программе обучаются дети в Америке, и они изучают русский язык через материал данного предмета. Образовательная платформа LengLand имеет множество преимуществ. И обладает большим потенциалом для развития и совершенствования. Мы работаем каждый день для того, чтобы улучшить образовательный процесс и сделать его более эффективным и качественным, как для учеников, так и для преподавателей. Большое спасибо за внимание. Казалось бы, как далеки русский язык и информатика. Несмотря на это, две дисциплины все больше переплетаются и рождают огромное количество сервисов, позволяющих сделать урок русского языка литературы нескучным, насыщенным и современным. О достоинствах цифрового образования расскажут коллеги из компании IPR Media. Здравствуйте, дорогие участники 14-й Ассамблеи Русского мира. Компания IPR Media искренне благодарит руководство Фонда «Русский мир» за оказанное доверие и приглашение принять участие в традиционной 14-й Ассамблеи Русского мира и молодежном форуме, а также за предоставленную возможность рассказать о нашем прекрасном и полезном проекте. Группа компании IPR Media – крупнейший разработчик интегрированных IT-решений для образования и науки. Флагманским продуктом компании является электронно-библиотечная система IPR Books. Однако новейшая разработка компании – это уникальный специализированный образовательный ресурс «Русский как иностранный», который был создан с целью обеспечить как российские, так и зарубежные университеты качественной литературой по РКИ. В настоящее время ресурс не имеет аналогов и развивается при участии ведущих научных школ и сообществ. Преимуществом данного ресурса является наличие не только электронных изданий, учебников и учебных пособий, профильных издательств, но и аудио- и видеоконтента. Электронно-образовательный ресурс «Русский как иностранный» является комплексным инструментом цифровизации и методологии обучения иностранных студентов на подготовительном факультете и на основных программах по направлениям подготовки вуза. Группа компании IPR Media является стратегическим партнером фонда «Русский мир» и членом Российского общества преподавателей русского языка и литературы. И в рамках этого партнерства IPR Media дает доступ всем русским центрам по всему миру к своему ресурсу «Русский как иностранный». На сегодняшний день ресурсом РКИ пользуются пользователи по всему миру 24 на 7. Итого более миллиона пользователей. Лицензионный контент ресурса содержит учебники и учебные пособия для студентов и преподавателей РКИ. Материалы по методике преподавания русского языка как иностранного, по истории и культуре России, а также тесты, аудио- и видеоматериалы. И студенты, и преподаватели могут выбрать из широкого ассортимента материалов те, которые отвечают их потребностям. А для детей-белингов мы подготовили адаптированную детскую литературу и аудиокниги. На ресурсе РКИ вы найдете не только богатую библиотеку. В работу ресурса внедрена система цифрового наставничества, а это значит, что преподаватели могут выстраивать для своих студентов индивидуальный план обучения. А теперь внимание! У нашей компании есть подарок для всех зарегистрированных участников 14-й Ассамблеи Русского мира. Мы дарим бесплатный доступ сроком на 3 месяца к нашему электронно-образовательному ресурсу «Русский как иностранный». Вы сможете читать книги, прослушивать аудиофайлы, выполнять тесты, а также еще много-много всего интересного. И еще один сюрприз, который вам очень понравится, вы найдете в своем личном кабинете сразу после регистрации. Но, приоткрою маленькую тайну, в данный момент компания IPR Media проводит онлайн-уроки русского языка для иностранцев абсолютно бесплатно. Ну, а как попасть на эти занятия, вы узнаете в своем личном кабинете. Сейчас я хотела бы продемонстрировать вам возможности нашего электронно-образовательного ресурса. Наши пользователи — это преподаватели и иностранные студенты, находящиеся в разных уголках мира. И первый шаг — это, конечно же, регистрация на платформе. На электронные адреса участников форума будут отправлены данные для входа, логин и пароль. Поэтому не забудьте проверить почту. Вы обязательно должны получить это письмо. «Жемчужина платформы» — это, несомненно, богатая библиотека. В библиотеке РКИ вы найдете как художественную, так и учебную литературу. Так, в разделе учебной литературы представлены учебные пособия по грамматике, письму, фонетике, аудированию, а также специализированные издания для обучающихся разных профилей и, конечно же, издания для билинглов. Раздел вспомогательной литературы содержит словари, тесты, а также методические рекомендации для преподавателей РКИ и нормативные документы. В разделе художественной литературы представлены две большие категории изданий — русская классика и детская литература. В разделе под названием «Русская история и культура» вы можете найти как пособия по страноведению, так и специализированные издания с информацией об истории и культуре России. Давайте внимательнее посмотрим на раздел «Учебники и учебные пособия». Интуитивный интерфейс позволяет осуществлять поиск как по названию книги, так и в соответствии с уровнем владения русским языком. При нажатии на интересующий вас уровень появляются издания, соответствующие данному уровню. Просто выберите, какой уровень вам нужен. Фильтры с выпадающим списком позволяют также осуществить сортировку в соответствии с издательством, годом издания и автором. А если вы точно знаете, что ищете, просто введите название книги в поисковой строке. Максимально просто и удобно. Итак, при нажатии на книгу открывается вся информация об издании. Описание, информация о том, в каких коллекциях библиотеки содержится данное издание, а также аудиоматериалы книги. Чтобы ознакомиться с материалами издания, необходимо нажать на кнопку «Читать». Верхняя панель, представляющая собой меню работы с изданием, позволяет пользователю легко и быстро ориентироваться в книге. С помощью оглавления вы можете быстро найти и перейти к разделу, который вас интересует. Чтобы не забыть, на какой странице вы нашли необходимый вам материал, воспользуйтесь закладкой. В издании можно делать неограниченное количество закладок и затем управлять ими в меню слева от книги. Помимо закладок, можно также воспользоваться элементом «Конспект». Выделив необходимый текст из учебника мышкой, вы можете создать конспект. Что это такое? Это текстовый файл, который хранится также в меню слева от книги. После создания конспекта вы можете войти в меню слева и отредактировать этот текст как обычный текст, а затем использовать его на занятиях. Быстро и понятно. Что касается аудио и видеоматериалов к учебнику, то их вы можете найти, просто нажав на иконку с изображением видеопленки. Просто выберите нужный вам видео или аудиофайл и воспроизведите его. У пользователей также есть возможность распечатать несколько страниц из пособия. Но почему количество страниц ограничено, спросите вы. Все очень просто, ведь все издания нашей библиотеки лицензированные и защищены от копирования. Давайте вернемся в каталог. Обращаем особое внимание на коллекцию пособий в разделе «Билингвальное полилингвальное образование», в котором содержится большая подборка изданий, призванных обеспечить процесс обучения русскому языку детей-билингвов. Помимо учебных изданий, в коллекцию также входят методические пособия для преподавателей, а также сборники статей, посвященных двуязычию. Давайте посмотрим на раздел «Художественной литературы». Мы знаем, что изучение языка должно обязательно сопровождаться изучением и знакомством с культурой страны, изучаемого языка. Давайте подумаем, чем Россия известна во всем мире. Правильно, классической литературой. В разделе «Художественной литературы» вы можете найти как произведения великих классиков, так и наших современников. В коллекции представлены и оригинальные, и адаптированные тексты. Следует также отметить, что в коллекцию входят произведения на иностранном языке. А для самых маленьких читателей и обучающихся мы подготовили коллекцию детской литературы. Все издания, как и издания всей нашей библиотеки, можно сортировать по издательству, автору и уровню владения русским языком. Мы уверены, что наша коллекция художественной литературы найдет своего читателя и среди преподавателей, и среди студентов, которые осознают всю важность и ценность качественной, полезной и интересной литературы. Читайте с удовольствием. Однако, если вам больше нравится не читать, а слушать книги, тогда следующая информация для вас. На электронно-образовательном ресурсе «Русский как иностранный» имеется невероятная коллекция аудиокниг. Все аудиокниги разделены по категориям. Там есть и произведения отечественных и зарубежных авторов, учебная и художественная литература, и даже большая коллекция радиоспектаклей. Выберите, что вам нужно, и приятного прослушивания. Тесты. Вероятнее всего, вы не любите сдавать тесты. Но поверьте, вам обязательно понравятся тесты, имеющиеся в нашем распоряжении. В каталоге «Мультимедиа», помимо аудио и видеоресурсов, вы можете также найти электронные тесты. Для удобства воспользуйтесь фильтрами сортировки. Они помогут вам найти тест по определенной теме и соответствующие вашему уровню. Электронные тренажеры помогут вам не только подготовиться к трудному экзамену, но и понять, какие темы следует повторить. А, как говорится, повторение – мать учения. Электронно-образовательный ресурс «Русский как иностранный» – это не только электронная библиотечная система. Это полноценное образовательное пространство. Если вы занимаетесь на нашей платформе вместе с преподавателем, то у вас также есть прекрасная возможность выполнять задания, сделанные преподавателем специально для вас. В вашей рабочей зоне, помимо личной информации, могут содержаться также задания и уроки. Преподаватель может прикрепить к уроку как издание и мультимедийные файлы, находящиеся в нашей библиотеке, так и свои собственные разработки, а также делиться ссылками на внешние ресурсы и мультимедийный контент. Итак, наша презентация подошла к концу. Мы приглашаем вас присоединиться к увлекательнейшему путешествию в мир русского языка и культуры. Мы желаем вам, дорогие преподаватели и студенты, успешного учебного года. И мы искренне надеемся, что учеба принесет вам только радость. Учитесь с удовольствием. До новых встреч! Споры вокруг цифровизации образования бурлят в обществе. И сегодня, когда у каждого из нас в кармане лежит смартфон, без которого мы не представляем своего комфортного существования в каменных джунглях современного мира, вопросы технологического процесса в образовании продолжают волновать общество. Как мне кажется, во время нашего небольшого обсуждения и презентации мы пришли к выводу, что цифровые технологии в учебном процессе могут быть со знаком плюс. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях ниже под этим видео. Мы будем рады вашим откликам и надеемся, что это видео оказалось полезным. Не забудьте поставить лайк. И до новых встреч на волнах русского мира.